итак доброе утро всем привет дорогие друзья всем привет мы начинаем мы начинаем сейчас восемьдесят шестой урок восемьдесят шестой урок восемьдесят шестой занятия по притчам царя соломона сейчас как появятся участники любовка черешка шалом лиля берман шалом антон сафронов всем привет всем шалом кирилл васильев значит все изучаем изучаем притчи царя соломона высшую мудрость до давид веледник который вообще вырос можно сказать на притчах на мудрости царя соломона сальман сальман значит ну что дорогие друзья все в эфире все собрались и мы сейчас начинаем восемьдесят шестой урок двенадцатая глава восемнадцатый отрывок восемнадцатый отрывок и восемнадцатый отрывок нам сразу же говорит следующую вещь кстати интересно вот я сейчас так меня книги здесь нет мишли то я на компьютере читаю с сутим на статье с переводом перевод не точный то есть мы берем перевод с каких-то сайтов на русский язык но это не точный перевод но зайдите на статью то есть я сейчас буду вот слово в слово переводить восемнадцатый отрывок ешь ботэ кэмет кэрот хорэф улашон хахамим марпэ значит есть который ботэ это говорит но так вот вещает да можно так на русском сказать его язык слова как как удары меча правильно переведено да и язык мудрецов он из исцеляет он излечивает значит что здесь имеется ввиду есть люди которые они говорят и они своими словами прям ранят вот прям так и говорят он меня ранил своими словами ранил поранил там обидел и так далее теперь есть мы уже изучали это есть в речи такие понятия как лошонара что такое лошонара злоязычие дословно переводится злой язык этот злой язык он говорит вещи плохие даже если они правда это называется злой язык нельзя говорить людям неприятные вещи это от этого нету пользы от этого нет никак позорить людей говорить им неприятные вещи это очень ухудшает жизнь и тому кто говорит и тому про кого говорят естественно и тому кто просто это слушает представьте то есть то чья который говорит вот это вот лошонара злоязычие он реально как мечом ранит всех вокруг себя и в конце еще себе сделал характере потому что те люди которые говорят про других гадости они остаются потом в одиночестве и никому не нужны их никто не любит и все их боятся то есть они неприятны есть люди которые хохомим мудрецы их язык излечивает что значит их язык излечивает во-первых человек живет в принципе человек живет в мире своей истории о себе и о мире и мудрецы кто такой мудрец мудрец это тот который получил знания торы аксиомы он выстраивает свою жизнь выстраивает вот смотрите чё же не знает что с ним завтра будет но что думает мудрец торы бог поможет оба тэх башем хэзэ тэсов мудрец мудрец он думает так бог мне поможет я полагаюсь на бога бог меня не оставит у меня есть вечная жизнь будет все хорошо то есть об его его слова и выражения которыми он описывает свой свой завтрашний день они настолько излечивают его же душу а не мудрец что делает он как мечом рубит все в будущем кризис будет плохо что делать как делать со мной все будет плохо он как мечом себя рубит а виноват кто во всем значит трамп путин нет они яву порошенко и так далее и он значит ходит еще и всем рассказывает кто во всем этом виноват какая польза вообще никакой теперь возьмем конфликтную ситуацию мат это вообще ужасного кирилл спрашивает а матом как насчет мата но в принципе если вдуматься в выражение во все эти до которые которые люди употребляют которые используют мат до в любое выражение если вдуматься да вот вдумайтесь выражение хочу я говорит там я не буду сейчас повторять но вообще ужас да то есть про себя говорят эти вещи иногда вообще как услышишь и ну как бы все это все это точно со стороны зла мат вообще запрещен теперь дальше девятнадцатый отрывок сват и мэд тикон лад то есть сват и мэд истинная речь она она будет стоять прочно на века до в в ад ардия лошон шокер значит вот чья говорит правду да он говорит какую же правду можно сказать понимаете в этом мире сказать на что-то правда очень сложно да вот сказать я говорю правду которая будет стоять всегда вот ньютон сказал там какие-то физические законы сформулировал да потом пришел инштейн сказал что там чуть по-другому потом еще кто-то пришел какая-то квантовая там физика еще что-то то есть сказать что это истина это не истина это все теория если сказать что стихи пушкина это истина это тоже не истина это там я помню чудное мгновение передо мной велась ты как мимолетное видение как гений чистой красоты вообще ничего не понятно какая-то набор слов как бы все что сказано устами то все что сказано она уже является неправдой по определению почему потому что смотрите вот человек описывает какое-то человек описывает какое-то явление вот он описывает давайте возьмем что-то конкретное вот чисто конкретное явление вот это например бумажник вот он бумажник да то есть что сейчас происходит вот бумажник мой до бумажник я значит беру беру я какой-то кусок кожи который прошит нитками и который который когда-то мне сказали что это называется бумажник бумажник почему он бумажник в нем наверное где-то бумаги раньше носили не знаю то есть есть некий набор кусок кожи с металлом и с нитками которые назвали бумажник и дальше есть некая физическая реальность потом эта физическая реальность она отразилась у меня в кристалликах там в глаз потом колбочки всякие там колбочки есть такие и значит потом этот сигнал пошел в мозг когда я его взял в руку то добавился еще сигнал еще один сигнал и где-то в мозгу что-то произошло на уровне или электрического химического импульса потом я это выдал еще какие-то звуки изо рта какой-то звук идет да потом этот звук заходит в телефон который стоит в москве потом он идет из телефона телефон ни к чему не пристегнут вообще ни к чему он идет по воздуху этот звук виде уже ноликов и единичек я не знаю как ноль эти единички могут летать летит какая-то волна какая-то волна куда-то летит эта волна залетает в какую-то вышку из этой вышки она пролетает еще как-то и люди сейчас например я знаю что мужика мясорубь в израиле есть люди в америки есть люди еще где как долетает до вас вот это вот вся эта история непонятно сказать что это истина которая будет стоять навечно невозможно это не истина которая будет стоять навечно это просто набор каких-то ну каких-то историй каких-то звуков каких-то выражение вообще ни о чем а что будет стоять вечно стоять вечно будет давайте посмотрим что стоит вечно я лично и из всего что я знаю у меня сразу всплывает бог это вечность да некая первопричина всего тора он передал тору машера бы ну и значит тора это некое описание реальности которая была до реальности и которая которая вечна то есть поэтому я считаю что слова тора это вечно теперь значит а что такое до момента язык шекера до момента обман на миг да что это имеется ввиду смотрите что происходит если человек начинает вдумываться хоть в любую фразу в любую фразу если эта фраза обманная и очень легко очень легко определить что это обман элементарно задав несколько вопросов на любую фразу можно понять насколько в этой фразе есть элемент вот этой вот истины да фактической истины которая является фактом и реальностью и насколько эта фраза придумана это можно выяснить вот в любой момент возьмите любую фразу и сразу копните в нее и окажется что эта фраза не более чем воздух шетер обман а если это вообще обман реальный обман так это вообще легко выяснить понятно дальше так а что же нам делать и вот нам дается совет нам дается в двадцатом отрывке совет что нам делать мирма были в хорше ра обман в сердце хоршей это которые пашут зло вели ю ацей шалом симха а для тех кто советует мир для тех радость значит так как в принципе все иллюзия в другой книге царь соломон нам все сообщил он прям начал эвэль эвэлим он сказал что все в этом мире эвэль эвэль это это на иврите это пар он говорит все в этом мире эвэль эвэлим все это пар знаете этот весь мир иллюзорная реальность пар он говорит в конце ну дальше он заканчивает куэллет экклезиас в конце он говорит что в конце концов все понятно бога бойся заповеди его соблюдай в этом весь человек но если по простому как жить значит есть люди весь вопрос в том в этом мире к чему ты стремишься какая твоя цель вот какая твоя цель это самое главное куда ты едешь потому что бывает что человек он делает вроде бы хорошие дела там какой-то мужчина переводит старушку через дорогу вроде добрый мужчина хороший человек а он его переводит на ту сторону чтобы у него по ходу вытащить бумажник из сумочки и ограбить ее да так уже то что он переводит через дорогу это он не хороший человек то есть одно и то же действие но в зависимости от цели действия может быть как хорошим так и плохим понятно да идея теперь обман в сердцах которые которые пашут зло если человек он двигается в сторону зла а что такое двигаться в сторону зла это не верить в бога и не соблюдать его заповеди в которых он сообщил что такое добро что такое зло здесь все люди на земле которые верят бога они верят что есть добро нельзя грабить нельзя воровать нельзя убивать нельзя прелюбодействовать там нельзя обманывать ну и так далее там есть есть общепризнанное понятие что такое добро теперь есть люди которые идут в сторону зла в сторону обмануть украсть ограбить разврат там ну и так далее и они значит в сердце своем все что они выдумывают все их размышления все их подготовительные дела это называется они они как как человек пашет поле они в начале ну как бы готовят все к злу то есть их все мышление если она идет в сторону сторону цели связанная со злом все их мышление является злом теперь в ее отце шалом семха в элею отце шалом семха а для тех которые хотят шалом что такое шалом значит есть от шалом это одно из имен бога шалом это шлемут это совершенство это полнота это это полное совершенство отсутствие недостатка в чем-то и отсутствие зла теперь те люди которые стремятся к шалому мир в семье мир между людьми мир внутри себя цельность спокойствие доброта так вот те которые стремятся к шалому во всех его проявлениях соединение цельность любовь добро это все это все об одном и том же то есть есть шалом шлемут а есть разделение разделение ломка и так далее это зло так вот те кто советуют шалом у них будет радость то есть это очень важная вещь обманщик он все время должен думать как мне в своем обмане удержаться как мне так этому я сказал так этому я сказал так как мне вот все это удержать все это ложное впечатление лию отцей шалом семха те которые советуют мир шалом у них всегда радость они никого не обманывают зла никому не делают ничего плохого никому не хотят все у них семха радость отлично все понятно да теперь двадцать первый отрывок давайте посмотрим двадцать первый отрывок двадцать первый отрывок он такой ло юне ле цадик коль авон у решаим малура значит здесь так переводится не случится с садиком никакого греха ничего неправедного у ле решаим малура а для злодеев они переполнены злом здесь нам открывает царь соломон один из очень важных таких принципов по которым работает мир смотрите если человек стремится к добру он стремится к добру то есть у него есть вот он утром проснулся и сказал мудэ аниле фанэйхам элы хайве каям шейзарта то есть он сказал благодарен я перед тобой царь живой и сущий что вернул ты мне душу мою велика моя вера в тебя все он начал свой день прикрепил свой интеллект к богу и дальше он в течение дня всем действия пусть будут во имя небес он думает вот я живу то есть понятное дело что человек живет он умрет любой человек живет умрет не может он себя не обеспечить я вчера между делом интересно посмотрел коротенький коротенький кусочек как 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 фильм называется мастер маргарита и там есть короткий кусочек разговор воланда 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 это как ну как дьявол типа он ангел зла с там двумя людьми которые сидели обсуждали что бога нет и это танк этот волан им говорит вы знаете говорит а кто что-то миром управляет если бога нет они говорят кто управляет человек он говорит как человек может миром управлять если человек он смертен причем и говорит он внезапно смерти и этому он говорит который там берлиоз вот говорит вы например вы что думаете вы вечером будете делать то говорит ну что вечером буду делать я уже точно знаю уверен вы не знаете, говорит, вы, говорит, вечером вы ничего делать не будете, вам вечером уже вас хоронить будут. Он говорит, что вы мне рассказываете? Он говорит, да, говорит, потому что Аннушка уже разлила масло, а там была какая-то Аннушка, разлила подсолнечное масло, а, и он говорит, вам отрежет голову комсомолка, он говорит, как такое может быть? Он говорит, да, говорит, в общем, в итоге он подскользнулся, упал и трамваем, которым управляла комсомолка, ему отрезало голову. Так человек, он смертен, причем внезапно смертен. И в принципе люди, которые надеются и гоняются всю свою жизнь за тем, чтобы каким-то образом обезопасить себя, то они не за тем гоняются. Истинная безопасность это в твоем соединении с Богом и в твоем понимании, что Бог тебя любит и Бог о тебе заботится. То есть такой человек, он все время уверен, ему классно, он спокоен, у него есть полное внутри ощущение соединения с Богом и с мирозданием. И здесь написано, что не случится с садиком никакого греха. То есть когда его направление такое, оно прямо жестко в GPS его забито служить Богу, то даже если он на больших скоростях где-то он куда-то не туда заруливает, его Бог вытаскивает из этого. Написано, вот мы учили уже в Мишле, в третьей главе, что на всех своих путях познавай Бога. То есть если твои широкие дороги выстроены в сторону Бога, в Уя-Шер-Архатеха, он выпрямит твои маленькие дорожки. То есть если у тебя главное направление двигаться в сторону света, добра, Бога, любовь, служение Богу, духовность, это именно служение Богу. То есть нужно преодолевать свое злое начало, иначе это несправедливо будет. То есть садик это тот, кто преодолевает свое злое начало, и который делает действие в сторону выполнения заповеди Бога. Потому что если есть эти люди, которые говорят, что Бог это все, все это я, я это Бог, Бог это я, все, значит что я могу делать, все что я хочу могу делать, и при этом они считают, что это духовность, и они служат Богу. Нет, это не служение Богу, это не работа над собой, это не преодоление своей животной натуры. То есть садик это тот, кто выполняет заповеди Бога. Так вот, написано здесь так, что не случится с садиком никакого греха. То есть тот, кто жестко двигается в сторону Бога, значит Бог его спасает от всех мелких каких-то прегрешений. У Решаим Малура. Но как только человек становится на злой путь? Вот, ну интересно, даже не на злой путь, даже на нормальный путь. Вот я последнее время встречаюсь с разными бизнесменами, и они очень много делают, они работают, у них бизнес и все, но они живут без, они живут чисто материальной схеме, без вкрапления духовности и служения Богу. И у них, они все время их куда-то заносят. Тут он заработал, тут он потерял. Тут он, значит, классно, там очень хороший какой-то открыл момент, но тут он судится с тем-то из своих там бывших партнеров, друзей и так далее. Тут он, значит, у него прям такая любовь в жизни, все, но это уже там второй брак, от первого брака дети несчастные и, ну и так далее, и так далее. То есть, если человек, он не выстроил свою жизнь в системе божественных заповедей и правил, которые Бог установил, как это добро, это зло, и он сам себе устанавливает по ходу дела, меняя маршрут, это добро, это зло, это правильно, это неправильно, в этот момент он очень будет, все равно его будет на поворотах заносить. А если он осознанно выбирает дорогу зла, то тогда его не просто будет заносить, потому что как только ты выходишь на поле, на котором есть много злодеев, а злодеи, они есть, они прям конкретно, есть места злодейские, есть там направления злодейские, есть люди злодеи, реально они есть. Если от них не отдаляться и с ними соединяться, то есть такое выражение, заповедь, она вызывает заповедь, то есть ты делаешь одну заповедь, награда за заповедь, заповедь, и тебя, ты как бы цепная реакция, у тебя включается, ты двигаешься в направлении света. Зло, ты делаешь одно зло, потом тебе надо его скрыть, потом тебе надо обмануть, потом и пошло-поехала цепная реакция. Поэтому очень важно, первое, отдалиться от злых людей, от плохих людей, от зла, второе, и делать добро, то есть выстроить свою жизнь по правилам, божественным правилам, что такое добро, и это понятно, это известно, это понятно, что такое добро, просто нужно включиться и надо его делать. Все, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний урок. Три главных вещи, которые я для сегодня запомнил, что опять же, все начинается с контроля мыслей, с контроля слов, то есть то, как ты говоришь, это основа всего, и нужно очень остерегаться, как мы уже учили, шамер, пиво, лошино, шамер, мецер, рот, навшо. Тот, кто сохраняет свой рот и язык, сохраняет от неприятности свою душу. Все начинается с того, что ты контролируешь мысли и слова, никакого зла в мыслях, никакого зла в словах, с этого все начинается. И второе, что, что, you at say shalom simha, вот для меня очень важный был урок, что советовать всем шалом, делать шалом, то есть делайте шалом, дружите с собой, дружите друг с другом, дружите с близкими, и все будет великолепно. Все, удачи, успехов, я знаю, ты можешь. Все, очень жду ваши отзывы, напишите, что вы для себя поняли, какой вы у вас сделали. Все, удачи, успехов, всего хорошего, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok